К нашему эфиру присоединяется Дина Урих, глава отдела эвакуации с оккупированных территорий, организация Хелпин Толеев. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, да, мы вместе с вами посмотрели сюжет о том, что оккупанты творили, да, на оккупированных территориях. Вот, Дина, ваша организация с первых дней полномасштабного вторжения помогает людям с эвакуацией. Это были разные регионы, это были разные люди, да, это были и пенсионеры, это были и мамы с маленькими детьми, это были и люди с инвалидностью. Часто волонтерам приходилось рисковать своей жизнью. И вот, вот уже почти год, да, этой страшной войны. Когда было тяжелее всего? Ой, сложно, наверное, так прямо сказать, потому что очень, ну, невозможно сравнивать, да, какие-то вещи. Есть люди, которым срочно нужна помощь медицинская, да, есть люди с ограниченными возможностями, но есть и люди, например, с маленькими детьми, есть беременные женщины. И все это, конечно, очень негативно влияет на то, как бы, ну, на твое моральное состояние, но в целом, ну, приходится со всем этим иметь дело, и мы всегда, ну, радуемся, когда удается помочь хоть каким-то людям. Наверное, самое сложное – это то, что ты понимаешь, что ты не можешь помочь всем, вот наша команда постоянно с этим сталкивается, что, ну, запросов о помощи гораздо больше, чем наших возможностей. И здесь просто, ну, приходится с этим в какой-то момент смириться и продолжать делать то, что мы можем делать. И вот, ну, мы стараемся помогать самым уязвимым людям, да, вот как раз то, что мы сейчас на кадрах видим, это люди маломобильными, которых очень сложно эвакуировать, особенно из тех зон, из зон, где наиболее опасно. И мы стараемся предлагать им, ну, уговаривать их уехать, рассказывать им о том, что более хорошие условия для них доступны, что о них позаботятся, и, ну, это работает, и каждая такая эвакуация – это для нас маленькая победа. Потому что мы знаем, что человек, который был в ужасных условиях, теперь будет где-то, где о нем позаботиться. Скажите, вот в самом начале, да, вот ваша организация, это ведь был обычный чат, да, в Телеграм, где просто были советы, как можно выехать из того или иного региона. И вот за очень короткое время вот эта информационная помощь, она превратилась в практическую, да, с реальными людьми, реальным транспортом. Как и благодаря кому, чему так получилось? Вы знаете, это действительно такая маленькая еду, которая произошла и благодаря очень живому отклику наших подписчиков, и благодаря огромной работе всей команды. То есть действительно просто в очень короткое время этот Телеграм-чат набрал огромную популярность, потому что люди вот в первые дни полномасштабного вторжения активно искали информацию, то есть даже информационной помощи тогда это было уже много, просто рассказывать людям, где, когда отходят там поезда, как и что. И поэтому у нас из-за этого довольно быстро стали приходить пожертвования, и появилась возможность уже покупать эти билеты. То есть тогда еще мы не могли организовывать сами автобусы, но мы могли покупать билеты людям и просто их консультировать. И благодаря вот этой реакции, то есть, естественно, появились какие-то средства, а благодаря огромной работе всей команды появилась именно систематизация процессов. То есть очень быстро появился уже Телеграм-бот, и мы выстроили и базу знаний, которая позволяет нам наиболее, так сказать, оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. То есть мы постоянно мониторим все источники информации, постоянно общаемся с людьми. Ну а дальше уже, чем больше людей ты эвакуируешь, тем больше у тебя доверия, и тем больше возможностей поддерживать информацию наиболее актуальной. То есть на данный момент у нас команды эвакуационные, они работают во всех горячих зонах, в тех оккупированных. Это и Харьковская область, и Херсонская, и Донецкая. И это нам позволяет очень оперативно реагировать на обстановку и максимально стараться помогать людям. Да, вот вы упомянули, что занимаетесь эвакуацией из Херсонской области. Вот и сам город, и область оккупанты обстреливают ежедневно из всех возможных видов оружия. Скажите, вот много ли людей сейчас хотят уехать, много ли заявок? И я хочу сказать, вот это видео, которое мы видим на экране, это ведь сняли ваши волонтеры. Да, да, это наши локальные волонтеры, то есть мы сотрудничаем с огромным количеством на местах, да. И на самом деле, да, ситуация в Херсоне очень сложная. Вот, например, сегодня, то есть сегодня должен был идти эвакуационный поезд бесплатный до Хмельницкого, но из-за ночных обстрелов просто были повреждены железнодорожные пути. И поэтому сегодня этот поезд отправился не из Херсона он отправляется, а из Николаева, потому что участок железнодорожных путей Херсон-Николаев был поврежден. Но это будет, сейчас уже идут ремонтные работы, и мы вот в быстром такой взаимодействии с местными властями, с Министерством интеграции организовали, сейчас прошу прощения, тут за окном что-то, организовали подвоз людей, то есть все люди, которые записаны на этот поезд, они их привезут организованно до Николаева. Автобусами, да? Автобусами, да, автобусами с железнодорожного Гдала в Херсоне. И маломобильных, вот нам пришлось очень быстро переиграть, вот это, конечно, очень сложная задача, потому что ты, ну вот каждую вот эту бабушку нужно забирать отдельной машиной, и вот их всех тоже повезут напрямую в Николаев. Это просто пример того, насколько ситуация сложная, насколько людям требуется помощь, и ситуация в Херсонской области остается такой, что мы очень-очень просим всех эвакуироваться, и из города, да, и из области, конечно же, потому что там все, что ближе к Днепру, оно находится в наибольшей опасности, все эти населенные пункты. Да, вот есть префронтовые города и села, которые враг, ну, просто стирает с лица земли, но местные жители там остаются. Они практически круглосуточно живут в подвалах, ну, изредка выходят, да, но вот уезжать категорически отказываются. И причины, наверное, у многих очень похожи. Чего боятся больше всего? В основном боятся неизвестности, боятся того, что непонятно совершенно, что будет с ними дальше, боятся потерять свой дом, потому что, хоть они и живут в подвале, есть какая-то иллюзия того, что все-таки ты вот где-то, где ты жил всю жизнь, что это твой дом и все тому подобное. Ну, и здесь действительно это такая очень сложная ситуация, когда люди... Ну, очевидно, что если человек живет круглосуточно под обстрелами вообще в подвале и не может выходить, ему предлагают бесплатно эвакуироваться, предлагают размещение, ну, вот предлагают о нем, грубо говоря, позаботиться, и человек отказывается, это означает, что он неадекватно оценивает ситуацию в плане рисков. То есть его психологическое состояние уже не позволяет ему принимать решения на основе той информации, которая есть. Он принимает решения на основе каких-то своих опасений, в общем, информации, которая не соответствует действительности. И здесь, к сожалению, очень мало что можно сделать просто силами волонтеров. Здесь психолог, да, нужен профессиональный? Психологи профессиональные. Здесь нужна работа соцзащиты работников. И, к сожалению, сейчас этого очень сильно не хватает. Мы знаем, что по всем деоккупированным областям одинаковая ситуация. Вот есть огромное количество людей, которые находятся в таком состоянии. Мы активно пытаемся международные организации сюда привлекать, чтобы они своих специалистов могли присылать, или хотя бы, если они боятся ехать. Но, к сожалению, очень многие представители международных организаций боятся ехать в самые опасные зоны парадоксальным образом, где находятся именно самые уязвимые люди. Потому что те люди, которые оттуда могли уехать, они уехали. Остаются как раз те люди, у которых большие проблемы. И получается, что с ними работают только местные, локальные волонтеры, которых мы стараемся как-то поддерживать, как-то пытаться уговорить этих людей. И зачастую бывает так, что волонтеры же себя подвергают опасности. Они туда катаются по пять, по шесть раз иногда на один и тот же адрес. Просто потому что, допустим, линия соприкосновения приближается. Как там в Харьковской области. То есть они едут, слышат отказ и через день-два снова едут? Через неделю, да, едут снова. И, к сожалению, нередки случаи. То есть у нас, например, по Харьковской области у нас был дедушка, к которому мы приезжали шесть раз. И вот там три дня назад его убило. Ну, то есть в его дом прилетел просто снаряд. То есть и он у нас есть, он у нас был в заявке, за него просили родные. Мы к нему приезжали, у нас там есть много видео, как он отказывается, потому что родным нужно что-то прислать. И вот так вот. И это, к сожалению, не редкость. То есть у нас есть база данных, да, огромная, в которой там по Харькову уже там 12 тысяч записей. Вот это все наши заявки, которые мы обрабатываем и следим. По Херсону у нас там почти 6 тысяч записей уже. И в ней, к сожалению, в этой базе есть статус там эвакуировался, отказался, там не дозвонились, и есть статус умер. Вот, потому что это действительно происходит. И, ну, здесь это такая ситуация, в которой необходима, наверное, какая-то работа вот всего общества, да, координация, поддержка и волонтеров, и тех людей, которые там, информирование их о том, что мы их не бросим, что все будет организовано, что их не просто, грубо говоря, я не знаю, вывезут и где-то выкинут, что им действительно обещают условия, и что это не просто обещание. Это все, вот весь процесс эвакуации, он включает в себя и все эти шаги. Да, и убить может не только снаряд, можно умереть от того, что ты необходимую медицинскую помощь не получишь, когда станет плохо. Там ее просто нет, в тех регионах. Скажите, Дина. Да, конечно. Да, да, да. Да, я хотела сказать, что это, да, это тоже большая проблема, что медицинская помощь на деоккупированных территориях, конечно, ну, доступна совсем не в том объеме, в котором это необходимо. И зачастую скорые приезжают волонтерские. Еще хотела спросить, вот территории, это люди, вот эта информационная компания, которую организовали ваши волонтеры, и рассчитана она в первую очередь, да, на международные организации, на наших партнеров за рубежом. Можете рассказать вот об этом чуть подробнее? Да, конечно, с радостью, потому что это такая наша большая боль, вот то, что ситуация на оккупированных территориях недостаточно освещается в мировых СМИ, и зачастую у людей, которые, ну, не в Украине, которые не общаются с украинцами, представление очень такое странное. И поэтому иногда мы видим, что вот в каком-то международном информационном поле, да, звучат какие-то вещи вроде того, что вот, а может быть, следует там поговорить о мире на условиях того, что там Украина отдаст какие-то свои территории. И здесь нас это приводит в такое очень состояние, ну, грустное, потому что мы знаем, как именно обстоят дела на оккупированных территориях, потому что мы те люди, которые вот получают, обрабатывают тысячи этих заявок. И здесь, да, мы создали, вот, ну, мы запустили общественную кампанию, территория — это люди, и мы хотим рассказать о том, что это не что-то, ну, это не территории, да, когда речь идет о каких-то, ну, об оккупированных регионах Украины, это не просто территории, это там миллионы людей, которые там живут, и которые фактически полностью лишены базовых прав человека, потому что оккупанты обращаются с ними не как с людьми. И это, ну, то есть мы все знаем, мы все там слышали, даже, ну, за рубежом много кто знает о там ужасах, которые происходили в Буче, там в Изюме, да, сейчас в Херсоне, но это не какие-то единичные случаи. Мы хотим показать именно то, что это система, это системные нарушения прав человека, и именно это является целью российской агрессии. И мы стараемся доводить эту информацию максимально вот до журналистов, именно системность этого, ну, этих нарушений. И здесь нам, конечно, нужна общественная поддержка, то есть чем больше людей будет присоединяться к этой кампании, будет говорить о том, что происходит на оккупированных территориях, тем больше будет международная поддержка Украины в мире, в принципе. Ну вот недавно очередная группа украинских беженцев, благодаря вашей команде, приехала в Германию, да, там были и люди с инвалидностью, и люди после инсульта. Расскажите, пожалуйста, вот где их размещают, да, кто будет заниматься их лечением, реабилитацией? Да, мы здесь, мы сотрудничаем с волонтерами на местах, то есть, как правило, когда мы организуем эвакуацию в ЕС, это там не только Германия, у нас есть такие же программы в Польшу, в Краков, в Румынию, да, и в другие страны, в принципе, в какие человек захочет поехать, мы можем это организовать. Мы связываемся с волонтерами на местах, которые помогают людям по приезду приходить все процедуры, начиная от оформления документов, именно, ну, бюрократических процессов, не связанных с лечением, и заканчивая распределением по клиникам. Потому что, конечно, если человек просто приезжает, допустим, в Германию с какими-то ограничениями по здоровью, это достаточно запутанный бюрократический длительный процесс, чтобы ему получить настоящее, ну, не настоящее, адекватное лечение, да, то есть ему там нужно сначала попасть к семейному врачу, который подтвердит его диагноз, после этого его уже направят к профильному врачу, после этого ему будут искать клинику и так далее и тому подобное. И здесь мы, вот, так сказать, держим руку на пульсе, то есть мы сопровождаем человека от начала и до конечной точки размещения. Мы стараемся максимально это все дело облегчать, потому что есть люди, которые уже это прошли, есть люди, которые постоянно помогают, волонтеры в Германии, которые постоянно помогают приезжающим беженцам из Украины. И, ну, кроме того, у нас, например, есть отдельная программа для людей с онкозаболеваниями, в рамках которой мы стараемся заранее искать какие-то клиники, именно подходящие под диагноз человека. Это очень сложный процесс, то есть поиск клиники может занимать очень долгое время, иногда клиники не отвечают, но вот мы ведем пациента так, чтобы обеспечить ему максимальное, что возможно в условиях войны. Ну вот отдельное направление Helping to Live – это помощь украинцам, которых депортировали в Россию, да? Вот как удается наладить с ними связь? Куда обычно вот волонтеры помогают им добраться? Это страны Евросоюза? Или многие хотят назад в Украину вернуться? И то, и то. То есть есть люди, которые хотят выехать в Европу, а есть люди, которые очень хотят просто вернуться в Украину. Связываются они с нами так же, как и, в принципе, все заявки. Это Telegram-бот Helping to Live в Телеграме. И там просто, ну то есть у нас есть отдельная команда, отдел, который занимается именно помощью депортированным. И это эвакуация, которая, конечно, тоже очень сложная, потому что, ну, очень много там тоже медицинских кейсов, людей с диагнозами проблемных, которых нужно везти. Очень много людей с проблемными документами, которых, например, ну вот их вывезли откуда-нибудь из Мариуполя, вообще без документов у них все сгорело. И, соответственно, потом им нужно пересекать границу с Европой. И здесь, конечно, помощь волонтеров очень нужна. То есть мы оказываем там информационную поддержку, как и что, и где. И потом уже можем тоже помочь им вернуться в Украину, найти жилье, найти размещение или в Европе оформиться. Ну вот, наверное, сложнее всего, когда приходится возвращать детей. Да, мы помним, как россияне под предлогом отдыха в санаториях просто вывозили наших детей с оккупированных территорий. Причем это были дети, у которых есть родители, и были ребята из детских домов. Я знаю, что недавно вам удалось помочь такому мальчику. Причем он сам нашел бот и сам написал. Расскажите чуть подробнее об этом. Ну да, здесь это, конечно, был удивительный, ну как, очень хороший, успешный итог, что этот подросток действительно вернулся в Украину. Мальчика, да, мальчика вывезли, ну он, сирота его вывезли из Донецкой области и отправили в так называемую приемную семью, в которой еще очень плохо к нему относилась, и он сам написал нам запрос. И после этого, вот, ну я не могу раскрывать, да, все подробности. Да, конечно, только то, что можно, да. Да, много таких детей, которых еще, ну, которым еще нужно помочь. И да, в итоге нам удалось при поддержке офиса полномочного вернуть его в Украину. Он сейчас там под опеку родственников. В общем, с ним все хорошо. А дети, которые вывезены целыми вот учреждениями, с ними, конечно, очень сложно. Это такая ситуация. То есть мы знаем, например, что из Херсона перед деоккупацией оккупанты вывезли порядка двух тысяч детей. Вот точно так же в летние лагеря. Это родительские дети. Они были долгое время в Евпатории, в Крыму. И сейчас их увезли куда-то дальше. Вот, и мы пытаемся даже понять, куда, потому что это огромное количество. И мы знаем, что родители просто, ну, то есть их чуть ли не силой заставляли отдавать этих детей. К ним приходили люди там с оружием. Говорили, что вот, вашему ребенку очень нужно отдохнуть в лагере. Говорили, что везут их на 10 дней. И вот, собственно, с октября месяца они находятся... Сначала они были в Крыму, а теперь уже где-то на территории РФ. Точно так же вывозились целые учреждения. То есть мы знаем о том, что был вывезен, например, дом малютки херсонский. Вот, были вывезены дома-интернаты из Харьковской области. И здесь, конечно, ну вот такие ситуации. То есть мы стараемся просто искать свидетелей, искать какую-то информацию и передавать ее украинским властям. Дина, вот за этот почти год полномасштабного вторжения была вот история, которая вас больше всего поразила, растрогала, знаете, которая вот не отпускает? У нас, ну, наверное, одна из самых таких вдохновляющих историй это наш... Ну, когда была эвакуация из оккупированной тогда еще Харьковской области через Дамбу, к нам обратилась девушка с просьбой помочь. Ей, ну, встретиться со своим ребенком, маленьким ребенок, остался в оккупированном Купенске, а девушка была уже в Харькове. И мы, ну, то есть мы прошли какое-то, ну, огромное количество сложностей. И в итоге там с третьей попытки нам удалось вывезти ребенка. Вот, мама была очень счастлива, а после деоккупации она пришла к нам и сказала, что она хочет стать нашей волонтеркой. И сейчас она в Харькове вот по деоккупации, она сама ездит эвакуировать людей в самые вот эти серые зоны, в отдаленные места на нашем бусе и спасает людей, которые оставляют заявки на эвакуацию. Это, конечно, такая очень, не знаю, для меня очень вдохновляющая история, как человек, которому сначала была нужна помощь самому, теперь же очень много делает и спасает других людей. Да, Эдина, и напомните, пожалуйста, вот людям, которые находятся в опасности, в оккупации или под постоянными обстрелами, да, и вот они хотят уехать. Куда им обращаться, куда писать? Да, они могут написать в наш телеграм-бот, Helping to live bot в телеграме, они могут позвонить на наш колл-центр. Колл-центр сейчас работает по деоккупированным территориям, по Харьковской, Херсонской и Донецкой областям. Вот, они могут оставить заявку либо сами люди, либо если у этих людей нет связи, в принципе, за них может оставить заявку кто угодно, любой человек, который родственник, друг, в общем, кто-то, кто о них переживает, у кого есть связь, можно оставить заявку. И мы помогаем и маломобильным, то есть не нужно волноваться о том, что там человек сам не дойдет, я не знаю, до автобуса или до чего-нибудь, обязательно ему помогут. И, ну, также мы помогаем с поиском размещения постоянного, помогаем с дальнейшей эвакуацией, если человек готов ехать в Европу. То есть никто никого не бросает нигде, это не просто такси, эвакуация, это именно полноценное, ну, такое мероприятие до конечной точки размещения. Спасибо вам огромное, спасибо вот за эту интересную, содержательную беседу, и, конечно же, спасибо огромное и вам, и вашим всем волонтерам за вашу работу. Спасибо, Дина. Спасибо вам огромное. Я напомню, Дина Урих, глава отдела эвакуации из оккупированных территорий организации «Хелпин Толеев» была с нами на связи.